Аванес Туманян А зимой, друг, околели у пахаревалы. Наступила весна, время пахать, досеять, делать нечего, пришлось крестьянину отдавать землю в наймы соседу. Стал сосед пахать, а плуг вдруг наткнулся на что-то. Смотрит он в земле кувшин с золотом, бросил впряженных валов посреди поля и бежать в деревню к хозяину земли. — Эй, свет глазам твоим! У тебя в земле кувшин с золотом отыскался! Иди забери его! — Нет, брат, это не мое. Ты заплатил за землю, ты ее пашешь, и потому все, что из этой земли выйдет, — твое. Золото вышло, и оно твое. Загорелся спор. Один твердит, золото твое, другой — нет, твое. Началась потасовка. Пошли к царю с жалобой. Услыхал царь о кувшине с золотом и говорит. — Нет, не ваш он. В моем царстве отыскался. Значит, мой. Собрался царь и отправился со своими слугами за кувшином с золотом. Приехали они в поле. Глянул царь и ужаснулся. — Какое там золото! Кувшин полон змей! Взбешенный царь вернулся в свои покои и повелел наказать дерзких крестьян за то, что посмели его обмануть. — О, царь! — завопили бедняги. — Да продлятся годы твои! За что нас караешь? Ты, может, плохо рассмотрел? Нет в этом кувшине змей! Золото в нем! Золото! И решил царь еще раз послать своих людей, пусть проверят. Съездили слуги, вернулись и говорят, что в кувшине, мол, и правда золото. — Вот тена! — удивился царь. — Выходит, я не разглядел или не тот кувшин видел? Собрался царь и снова поехал в поле. Открывает кувшин, и опять в нем полным-полно змей. Что за чудо такое сотворяется? Ничего не понять! Приказал царь созвать к нему всех мудрецов. — Растолкуйте, о, мудрецы! Что за чудеса совершаются? — Пахари нашли в земле кувшин с золотом. Пошел я в поле на кувшин этот поделиться, а в нем змеи. Людей своих послал. В кувшине снова золото. Что бы это значило? — Отгадка тут простая, превеликий царь! — отвечают мудрецы. — Кувшин с золотом дарован беднякам за их трудолюбие и честность. И поэтому, когда в поле идут они, находят золото. Это плата им за труд. — А ты? Крадешь чужое счастье. Вот и находишь место золота. Змей! Царь передернулся и не сразу нашел, что ответить. — Хорошо! — сказал он наконец. — Тогда решите, кому из них двоих должно принадлежать найденное золото? — Конечно, хозяину земли! — воскликнул сосед-наемщик. — Нет, тому, кто пахал! — возразил хозяин. И снова загорелся спор. — Погодите! Не ссорьтесь! — остановили их мудрецы. — Скажите лучше, кто у вас есть? Сын или дочь? Оказалось, что у одного крестьянина есть сын, а у другого — дочь. И порешили мудрецы, пусть пахари соседи обвенчают своих сына и дочь и отдадут им найденное золото. На том согласились и перестали брониться. Началась свадьба. Семь дней и семь ночей справляли ее. Кувшин с золотом родители отдали новобрачным. Добро пахарям, а зло — жадному царю. Конец Сказка-ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. До новой сказки, дорогой слушатель! До встречи! Шарль Перро Красная шапочка Жила была в одной деревне маленькая девочка. Такая хорошенькая, что лучше нее и на свете не было. Мать любила девочку без памяти, а бабушка еще больше. На день рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в свои нарядные красные шапочки. Соседи так и говорили про нее «Вон, красная шапочка идет!» Как-то раз испекла мама пирожок и говорит дочке «Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке. Снеси ей этот пирожок и горшочек масла». Собралась красная шапочка и пошла к своей бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу серый волк очень захотелось ему съесть красную шапочку. Да только он не посмел. Недалеко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку «Куда ты идешь, красная шапочка?» А красная шапочка и не знала, как это опасно разговаривать в лесу с волками. Поздоровалась она с волком и говорит «Видите, я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла». «А далеко ли живет твоя бабушка?» Спрашивает волк. «Довольно далеко», отвечает красная шапочка. «Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с краю». «Ладно», говорит волк, «я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет». Сказал это волк и понесся, что было духу по самой короткой дороге. А красная шапочка пошла по самой длинной. Шла она не торопясь, по пути то и дело останавливалась и рвала цветы. Не успела она еще до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и постучался в дверь. «Тук-тук!» Бабушка была больна и лежала в постели. «Кто там?» Спрашивает она. «Это я, внучка ваша, красная шапочка!» Отвечает волк тоненьким голоском. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла». Бабушка подумала, что это и в самом деле красная шапочка и крикнула. «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется!» Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Волк был очень голоден, потому что три дня ничего не ел. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Потом он закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась в дверь. «Тук-тук!» «Кто там?» Спрашивает волк грубым хриплым голосом. Красная шапочка сначала испугалась, но потом подумала, что бабушка простужена, и ответила. «Это я, внучка ваша, красная шапочка! Я принесла вам пирожок и горшочек масла!» Волк откашлялся и сказал потоньше. «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется!» Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в дом, а волк спрятался под одеяло и говорит. «Положи-ка пирожок на стол, да поставь горшочек на полку, а сама приляг рядом со мной, ты, верно, устала!» Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает. «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?» «Это чтобы похрепче обнять тебя, дитя мое!» «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?» «Чтобы лучше слышать тебя, дитя мое!» «Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?» «Чтобы лучше видеть тебя, дитя мое!» «Бабушка, какие у вас большие зубы!» «А это чтобы скорее съесть тебя!» Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмаками и красной шапочкой. Но, к счастью, в это самое время мимо домика проходили дровосеки. Услышали они шум. Вбежали в домик и убили волка. Потом они распороли ему брюхо и оттуда вышли красная шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые. Конец. Вот такая сказка сегодня для тебя. Страшная, но со счастливым концом. До скорых встреч! Заходи! Скоро новая сказка. По одноименной уральской сказке Павла Бажова Голубая змейка Росли два парнишечка по близкому соседству. Ланко да Лейко. Меж собой они дружно жили, под стать подобрались. Умнишкам вровень, селенкой вровень и годами тоже. Оба последними в семьях росли, а таким-то повольготнее. Летом домой только поесть да поспать прибегут. Целые дни то в лесу, то на речке. Зимой по-другому приходилось. Одежонка слабая, обувка жиденькая. Недалеко в них ускочишь. Забьются оба на печку, да там и посиживают. Вот раз сидят эта кта, А клейковой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к Новому году подвигалось. Девчонки и затеяли ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть. Да разве подступишься? А Марьюшка по-свойски еще подзатыльников надавала. Уходите на свое место! Забились ребята на печь. Ухтят, да помалкивают. А девчонкам весело. Золу сеют, угли перекидывают, в воде брызгаются. А одна подружка и расскажи. От бабушки слыхала гадание такое. Надо вечером свой гребешок на ниточке повесить на сеновалю. Коли утром в гребешке волос окажется, в тот год замуж выйдешь. Ланка с Лейкой и смекнули, что Марьюшка непременно так воорожить станет. А оба в обиде на нее за подзатыльники-то. Подожди, мы тебе припомним. Ланка в тот вечер домой не пошел. У Лейка ночевать остался. Как большие все уснули, ребята слышат, Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней и углядели, в каком месте на сеновале она гребешок повесила. Марьюшка в избу воротилась, а ребята на сеновал пробрались. Гребешок сняли. Да этим гребешком давай мерено голубка чесать. Начесали с голубка шерсти и гребешок на место повесили, а сами в избу скарили. А утром вот что случилось. Марьюшка поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Увидит, волосу много. Обрадовалась, жених кудрявый будет. Подружки прибежали, и Марьюшка похвасталась. А те разглядели, что волос-то конский. Да давай хохотать. У тебя жених-то голубко оказался, голубкова невеста. Догадалась Марьюшка, что это ребята ей подстроили. И закричала, чтоб вам самим голубая змейка привиделась. Тут на Марьюшку мать напустилась. Замолчи, разве можно такое говорить? На весь дом беду накличешь. Марьюшка с плачем убежала, а Ланко с лейкой. Смирнюхонько сидят, шепотом спрашивают один у другого. А ты не слыхал про голубую змейку? Решили ребята у больших спросить. Да кого не спросят, те отмахиваются. Не знают, да еще грозятся. Вот прутом отвожу. Забудьте о таком спрашивать. Нашли-таки случай. По праздничному делу у Ланко отец пришел домой выпивший. Ланко и подкатился к нему. Тятя, ты видал голубую змейку? Отец хоть сильно выпивший был, даже отшатнулся и заклястье сделал. Чур-чур, не слушай. Наша избушка хороменка. Не тут слово сказано. Пристрожил ребят, а потом посидел, помолчал, да и говорит. Пойдемте на бережок. Там свободнее про всякое сказывать. Пришли на бережок. Ланков отец и говорит. Есть в наших краях маленькая голубая змейка. Легонькая. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Когда змейка бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, а влево черная. Одному увидеть ее – прямое несчастье. Наверняка золото окажется, где золотая струя прошла. Но когда двоим-троим покажется, обязательно все перессорятся. Иной раз голубая змейка и человеком прикидывается. Да узнать ее все-таки можно. Как идет, трава под ней не гнется. Из правого рукава золотая струя бежит, из левого – черная. На том разговор и кончился. Ланков отец наказал ребятам помалкивать, да ушел. А ребята задумались, как бы им голубую змейку увидеть. Время к теплу приближалось. Ланку и Лейку взяли лопатки, да побежали за завод, на ручейке, за пруду делать. В разных местах строят. У кого лучше будет. У Лейка привычка была припевать за работой. Он и подбирает слова. Эйка, 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 голубая змейка, объявись, покажись, колеском покрутись. Только пропел видит, на него с горки голубенькое колечко катится. Пригляделся Лейку, это змейка, и две струйки от нее стыплются, золотая да черная. Оказалось, что и Ланка увидел змейку. Лейка, гляди-ка, вон она! Как Ланка закричал, змейка тут же и пропал. Сбежались ребята, Лейка и говорит. Сейчас золото добудем! Только хотел он кувырнуть землю, где золотая струя прошла. Ланка на него налетел. Что ты делаешь? Загубишь себя? Тут ведь черная беда рассыпана. Вот где копать надо. Но Лейка Ланка отталкивает. Не допущу в том месте рыться. Сокинешь ты! Сам видел, как здесь черная пыль сыпалась. Надо с другой стороны. Ну и разодрались ребята. А потом, как разбираться стали, поняли, в чем штука. Видели змейку с разных сторон, потому правая сторона с левой и не сходятся. Решили ребята о змейке не думать. И вправду не вспоминали. А время шло. А время шло. Всем тепло стало. Пошли, раз они в лес за ягодами. Набрали по полной корзиночке и сели отдохнуть. Вдруг видят. Прямо к ним идет женщина. Идет, как плывет. Ни одна травинка под ней не гнется. Справа от нее золотое облачко колышется, а слева черное. Поняли ребята, кто эта женщина, и уговорились. Отвернемся, не будем смотреть, а то опять до драки доведет. Так и сделали. А женщина засмеялась. Не всякая, говорит, драка человеку в покор. За иную и наградить можно. Вы по-хорошему дрались, не из жадности, а друг дружку охраняли. Хочу вас еще испытать. Насыпала из правого рукава золотого песка, а из левого черной пыли. Смешала на ладони, и стала у нее плитка черно-золотого камня. Разломила женщина плитку пополам, подала ребятам и говорит. Коли, который хорошее другому загадает, у того плиточка золотой станет, коли пустяк, выйдет бросовый камешет. У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку обидели. Теперь каждый пожелал. Хоть бы поскорее прозвище голубкого невеста забылось, и вышло бы Марьюшка замуж. Пожелали так, и плиточки у обоих стали золотые. Женщина улыбнулась. Хорошо подумали. Вот вам за это награда. И подает им по кошельку с золотым песком. Взяли ребята кошельки, а женщина повернулась и пошла по лужайке. Ребята глядят, не женщина эта, а голубая змейка. Запрятали ребята свои кошелечки да плиточки по карманам и побежали домой. Дома отдали родным кошельки да плитки и рассказали все, как было. А у Лейка в доме еще новость. К Марьюшке приехали сваты. Марьюшка веселехонько бегает, и тут же жених ее, кудрявый такой да ласковый. Уж тот-то все довольные. С той поры ребята никогда не вызывали голубую змейку. Поняли, что она сама наградой прикатит, если заслужишь. Конец. Вот такая интересная сказка прозвучала для тебя, дорогой служитель. Понравилась она тебе? Тогда заходи к нам еще снова и снова. Ведь в мире литературы так много всего интересного. До скорых встреч! Ганс Христиан Андерсен Огниво Шел солдат домой с войны. И вдруг на дороге встретилась ему ведьма. Здорово, служивый! Какая у тебя славная сабля и большой ранец! Вот бравый солдат! И денег у тебя сейчас будет в волю. Видишь, что большое дерево? Там наверху дупло. Лезь в это дупло и спускайся в самый низ. Я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса и вытащу, как только ты крикнешь. А зачем мне лезть в это дупло? Спросил солдат. За деньгами, глупый! Сказала ведьма. Хорошо! Сказал солдат. Но что ты с меня возьмешь за это? Принеси мне оттуда только огниво, которое забыла там моя бабушка! Сказала ведьма. И солдат полез на дерево. Нашел он дупло и спустился по нему до самого низа. Перед ним открылся подземный ход. И светло там, как днем. Сотни-сотен ламп горят. Дошел солдат по этому подземелью до самого конца. Дальше идти некуда. Впереди три двери. В дверях ключи торчат. Открыл солдат первую дверь и видит, посреди комнаты сундук стоит. На сундуке сидит собака. Глаза у нее словно два чайных блюдца. Схватил солдат собаку и мигом посадил ее в ведьмин передник. А сам открыл сундук и давай оттуда деньги таскать. Набрал себе полные карманы метных денег и пошел в другую комнату. И в этой комнате на сундуке сидела собака. Глаза у нее были что мельничные колеса. Схватил солдат собаку, а сам скорее к сундуку. А там серебра полным-полно. Выбросил солдат медные деньги, набил оба кармана и ранец серебром. Потом пошел в третью комнату. Там на сундуке сидело настоящее страшилище. Глаза ни дать ни взять две башни. Схватил солдат собаку, посадил ее на ведьмин передник, а сам открыл сундук. Сколько тут было золота! Повыкидывал он из карманов серебряные деньги, набил золотом карманы, ранец, шапку и сапоги. Схватил солдат ведьмина огниво, что рядом лежала, и крикнул «Тащи меня наверх, старая ведьма!» Ведьма дернула за веревку и вытащила солдата. «Давай мне огниво!» «На что на тебе ведьма?» удивился солдат. «Говори, не то я отрублю тебе голову!» «Не скажу!» заупрямилась ведьма. Оттолкнул солдат ведьму, а потом завязал все свои деньги ведьмин передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и отправился в город. В городе он купил себе самую красивую одежду, шляпу с пером и сапоги со шпорами. Ну а раз солдат богат и одевается красиво, то и друзей у него стало очень много. Ему рассказали о всех чудесах, которые были в этом городе. Рассказали ему и о принцессе, которая живет в большом медном замке. И никто, кроме самого короля, не смеет заходить в замок, потому что королю предсказали, что его дочери суждено стать женой простого солдата. Пожалел солдат, что нельзя поглядеть на принцессу, да, впрочем, долго горевать не стал, и без принцессы зажил он весело. Широко жил солдат и остался однажды без единой денежки. Пришлось ему перебраться в тесную коморку под самой крышей. Никто из друзей больше не навещал его, уж очень высоко к нему подниматься. Раз вечером сидел солдат в своей коморке, стемнело, а у него не было денег даже на свечку. Достал он огниво только ударил по кремню дверь настиж и вбежала собака с глазами точно чайные блюдца. «Что прикажешь, солдат?» спросила она. «Вот так штука!» воскликнул солдат. «Огниво-то непростое!» Тут он вспомнил про принцессу. «Доставка ее сюда на минуточку!» приказал он собаке. Не успел солдат опомниться, как собака убежала и вернулась, а на спине у нее лежала спящая принцесса. Принцесса была чудо как хороша! Солдат не удержался и поцеловал ее. За утренним чаем принцесса рассказала королю и королеве про ночное приключение, будто сон такой видела. Им этот сон не очень понравился. На следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. И вот когда в медный замок за принцессой вновь явилась собака, Фрейлина пустилась вдогонку. она приметила дом, в котором жил солдат и где скрылась собака с принцессой. И мелом нарисовала на воротах дома крест. Теперь-то ты попался, молодчик! Скоро пришло время нести принцессу назад. Тут собака углядела на воротах крест и сразу догадалась, в чем дело. Она взяла мел и наставила кресты на всех воротах города. Это было ловко придумано. Наутро весь королевский двор во главе с начальником дворцовой стражи и королем никак не могли отыскать нужные ворота. Везде были белые кресты. Но королева была женщина, умная. Она сшила из шелка маленький мешочек, насыпала в него гречневой крупы и незаметно привязала его на спину принцессе, но проткнула в мешочке дырочку. На следующую ночь крупа сыпалась из мешочка по всей дороге от медного замка до дома солдата. Однако собака бежала так быстро, что ничего не заметила. Утром король и королева вышли из дворца и сразу узнали, куда ездила принцесса. Солдата схватили и посадили в тюрьму. стражник сказал ему «Сегодня тебя повесят!» Грустно стало солдату, ведь свое чудесное огниво он забыл дома. Думал он, думал, как от смерти спастись, но ничего не мог придумать. Народ толпами валил смотреть, как будут вешать солдата. Прильнул солдат к решетчатому окошку тюрьмы и крикнул пробегавшему мальчику «Не спеши! Без меня там дело не обойдется! Лучше сбегай ко мне домой, да принеси огниво! Я тебе четыре серебряные монетки дам!» И вот солдата повели на казнь, но по обычаю король не мог отказать ему в последней просьбе. «Выкури трубочку табаку!» Вытащил солдат свое огниво и ударил по кремню. Раз, два, три! И сразу перед ним появились все три собаки. «Ну-ка, помогите мне избавиться от петли!» попросил солдат. Тут собаки бросились на судей и на государственный совет. А самая большая собака схватила короля вместе с королевою и давай подбрасывать всех в воздух да так высоко, что и духу их на земле не осталось. Тут войско испугалось, а народ стал кричать «Служивый! Стань нашим королем!» принцесса вышла из медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Обоих посадили в королевскую карету и повезли по дворец. Свадебный пир продолжался неделю. Вот такая вот история про солдат там прозвучала для тебя, дорогой друг. А теперь пора отдохнуть. Приходи завтра, тебя ждут уже новые истории. Пока-пока! Пят раз цвирка Волк в гостях Жили на крестьянском дворе свинья, осел, корова, кошка и собака. Жили не тужили, да вдруг затасковали по воле. Вот сговорились они друг с другом и убежали в лес. Лето и осень прожили неплохо. А настала зима, плохо пришлось друзьям. Домой вернуться хозяин не погладит по шерстке, что сбежали со двора. А в лесу что за житье? Не поесть, не обогреться. Пока думали, догадали, как быть, что делать, повалил густой снег, задул ледяной ветер. Бродят беглецы по снегу, от холода зуб на зуб не попадает, с голоду животы подвело. Вдруг за деревьями замерцал огонек. Обрадовались друзья, значит, чей-то дом поблизости. Прибавили шагу и верно подошли к маленькой избушке. Кошка вспрыгнула на спину корове и заглянула в оконце. Видит, посреди избы стоит накрытый стол и за тем столом пируют заяц зайчихой, а в углу зайчий дед качает люльку с новорожденными зайчатами. Ну, друзья, сказала кошка, спрыгнув на снег, повезло нам. Заяц с зайчихой празднует прибавление в семействе. Верно, и нас угостят. Постучи-ка, осел, в дверь. Осел поднял ногу, да так забарабанил копытом, что вся избушка чуть не покачнулась. дверь приоткрылась и в щелку выглянул перепуганный заяц. Тут выступила вперед собака. Добрый вечер, дружище! По лесу прошел слух, будто появились на свет три прихорошеньких зайчонка. Мы пришли поздравить тебя и твою жену. Польщенный заяц широко открыл дверь сказал «Милости просим, дорогие гости! Друзьям только того и надо!» Кошка юркнула вперед, за ней собака, за собакой в дом ввалилась свинья, а за ней осел, громко топая ногами и стряхивая с копыт снег. Последней в дверь еле протиснулась корова. Гости заполнили почти всю избушку, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Гостей усадили за стол. Тепло, светло в зайчьем доме. Хозяйка хлопочет вокруг стола, почует гостей пирогами с морковкой и капустой. Отогрелись друзья, развеселились, даже в пляс пошли. Вдруг слышат, кто-то стучит. «Верно, еще кто-нибудь пожаловал поздравить?» сказала хозяйка. «Может, белка-соседка или старая барсучиха? Пойди, муженек, отвори!» Вышел заяц в сене и скоро вернулся с новым гостем. Только не белка это была и не старая барсучиха, а серый зубастый волк. Кошка, как увидела волка, выгнула колесом спину, собака ощетинилась, свинья захрюкала, осел и корова затопали копытами. Волк вежливо поклонился хозяйке и гостям. Зайчьим дедом за лапку поздоровался и говорит «Слышу у вас веселье, а с чего не пойму?» «Родились у нас три зайчонка, вот мы и празднуем», отвечает зайчиха. «Садись и ты за стол». Сел волк за стол. Зайчиха его угощает, пироги подает, чайку наливает. Да разве это еда для волка? Он пироги жует, а сам в угол на люльку с зайчатами косит глаза. Встал волк из-за стола, подошел к зайчьему деду и говорит «Были у меня детки серые волчата, какие я им сказки рассказывал, какие песни пел. Да выросли, разбежались, оставили меня старого одного. Позволь мне хоть твоих внуков понянчить». «Ладно, покачай люльку», пожалел волк и дед. «Только потише пой, не пугай деток». «А я подремлю подле печки». «Поспи, поспи», говорит волк. Сел у колыбели и запел. «Вы зайчата нежные, вы зайчата вкусные, ушки сладкие у вас, лапки жирные у вас, проглочу я их сейчас». лапкинки». «Лапки мягкие у вас, расцелую их сейчас». дед дед послушал, покивал головой, успокоился и снова задремал. А гости тем временем пьют, едят, хозяева не нарадуются, какой у них славный праздник. Только вдруг слышит зайчиха шум позади. оглянулась да как закричит «Помогите! Спасите!» Вскочили гости видят волк-злодей схватил в зубы зайчат и хочет выпрыгнуть из окна. Собака и кошка не растерялись и сразу вцепились в волчий хвост. «Ты куда, серый? Врешь, не уйдешь!» Волк так и охнул и выпустил из пасти зайчат прямо в лапы зайчихи. Тут и осел с коровой подоспели. Корова пригнула голову и ударила рогом волка в бок, а осел так поддал злодею копытам, что волк кубарем вылетел в окошко и растянулся на снегу, три часа отлеживался. Потом встал и поплелся прочь. С тех пор волка никто в гости не зовет. Волк и в овечьей шкуре все волк. Конец! А кто слушал, молодец! До новых встреч в новой сказке! Редактор субтитров